здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас 37 уроке видеокурса лендинг page для начинающих из этого урока я начинаю вас знакомить с интересными виджетами если вы еще не знаете что это такое это некое дополнение которое позволяет расширить функционал вашего лендинг page вы наверняка уже бывали вот на такой моей странице реклама об этой странице у меня в каждом уроке с этого урока я буду делать классные обзоры на полезные виджеты которые будут находиться из этого архива и которые не вошли в этот архив и в этом уроке я хочу вам показать виджет тень для текста и этот сайт который сейчас вы видите он не просто так тут открыт я просто хочу вам продемонстрировать пример вот этот текст обратите внимание у него есть тень за счет этого текст становится более выразительный и тень придает некую глубину это специальный виджет для тени он очень прост у него немного настроек но зато самые полезные там можно настроить угол размытие и так далее если вы еще не догадались или не знаете у меня к уроку идет какой-то материал ссылка ли либо вот виджет либо еще что то эти материалы всегда лежат под уроком но не на ю тубе но ю тубе есть ссылка под каждым видео ссылка идет на мой основной сайт потому что там уроки у меня дублируются и там уже вы можете скачать виджеты или перейти по ссылкам если они присутствуют к уроку я вам продемонстрирую вот мой сайт чтобы вы просто знали и не потерялись виджеты ссылки смотрите открываете так страницу и вот в этом блоке материалы к уроку вот такой заголовок и здесь будет ссылка на виджеты или ссылки какие-то на сервисы там еще что-то всегда вот в этом месте а на ю тубе ссылка под видео она будет вести вот напрямую страницу конкретного урока то есть вы не потеряете если зайти с главной страницы это смотрите кнопка наверху бесплатные уроки здесь идут категории в самый нижний мюз кликаем по мюз и здесь уже идут все 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 уроки то есть кликать либо по заголовку либо прямо по миниатюрке и заходить уже непосредственно сам урок его также отсюда можно просмотреть переходим в адоб news и посмотрим как же устанавливаются дополнения в эту программу а именно виджеты как правило виджеты имеют смотреть вот такое расширение просто двойным кликом кликайте по такому вот значку и даже если программа muse у вас закрыта она откроется и виджет установиться к вам автоматически иногда виджеты бывают с дополнительными файлами которые нужно добавить отдельным образом это вот знаете файл добавить файлы для передачи но мы с такими виджетом еще столкнемся и я непосредственно покажу как это делается данные вот именно этот виджет с тенью для текста он имеет один файл 28 килобайт очень смотрите мы два раза по нему кликаем у меня произошла установка у вас будет примерно также вы нажимаете ok и открывается такая панель библиотека у вас тут будет намного меньше просто у меня здесь целая куча всяких виджетов установлена и вот он у нас тут открылся но перед тем как его использовать давайте напишем какой-то текст на на нашем холсте почему вообще виджет тени да если вы еще не знаете до сих пор разработчики программы adobe news не реализовали такие возможности минимальным сказал как тень то есть просто функционале news нет такого нельзя задать тень а поэтому этот виджет пока является очень полезным пишем значит какой-то текст идем библиотеки находим здесь называется текст shadow и смотрите как мы с вами перетаскивали библиотеки мини приложений точно таким же образом зацепляем мышкой и перетаскиваем на наш холст виджет здесь имеются небольшие настройки цвет и следующие настройки мы сейчас еще поговорим вначале нужно сделать такое на самый такой важный момент без которого на стене не будет работать вначале возможно у вас будет с этим немножко трудности я попробую вам показать как это делается смотрите первое это поле id нам нужно узнать индификатор данного объекта на нашем сайте смотрите я использую браузер опера но в принципе я думаю что в каждом браузере можно просмотреть индификатор просто делая смотрите предпросмотр браузере вот наш текст по нашему тексту я правой кнопкой мыши кликаю и в самом низу пункт просмотреть код элемента открывается значит вот такое вот снизу такая панель нам нужен айди данного текста смотрите когда я мышкой вожу по коду то есть это наш сайт и вот его код у нас объектов здесь нету поэтому то есть только текст поэтому здесь будет легко найти найти айди я просто навожу вот сюда вот див класс и видно что наш текст подсветился синим да и вот идет смотрите айди ю 75-4 выделяем эту строчку два раза кликаем левой мышкой и вот этот код мы забираем отсюда копируем в буфер обмена идем в адоп мюз выделяем наш виджет кстати его расположить можете где угодно его не будет видно но вы же не видели вот эту вот иконку да на сайте когда мы делаем предпросмотр но если у вас много текста будет и много вот таких виджетов то есть смотрите в этот виджет просто рядом вот так вот где-то нас текстом закрепляете вот так оставляете чтобы не потеряться когда я говорю много виджета смотрите его можно использовать ну я не знаю бесконечно или нет но я много раз использую вот на одной странице несколько раз то есть у меня несколько разных текстов и разная тень например и для каждого текста я могу вытянуть такой виджет чтобы вы знали то есть вы переходите библиотеку смотреть и вытягиваете столько сколько вам нужно для каждого текста то здесь ничего страшного то есть я вот вытянул еще два виджета то есть это дубликаты и каждому виджету я добавляю здесь айди эти два я выделю и удалю и перейду в эти настройки и так айди у нас у меня такой у вас значение будет совсем другой и пока оставим как есть нажимаем enter видно что там нас подгружается идет загрузка и мы делаем еще раз предпросмотр и вы видите у нас очень очень красивая тень появилась вот пример без тени да а вот стене видно разница в общем используйте это дело с умом цвет тени пожалуйста кликнув по пиктограмм кида выбрать вообще любую тень можно непрозрачность здесь по указателе можете поиграться по увеличивать радиус размытия сдвиг по оси x звук по оси y здесь просто настройте как вам нужно как вам под подходит вот он весь принципе виджет вот смотрите что получается конечно это не не красиво да но я вам просто показываю что здесь можно интересно настроить тень в принципе вот и все об этом виджете на этом я заканчу данный видео урок и увидимся в следующем наверно трудно представить себе современный лендинг пейдж сделанной в адоп news без сторонних виджетов а где же их взять спросите вы специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов 121 виджет ждут вас всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет например меню для мобильных устройств несколько вариаций мобильных меню уникальные слайд-шоу всевозможные эффекты с текстом круговой прогресс бар маска с текстом и многое другое чтобы скачать виджеты перейдите на мою страничку адрес который вы видите у себя на экранах просто пишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку забрать виджеты к вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты обязательно подтвердите иначе виджеты не придут к вам на почту второе письмо придет к вам автоматически где вы сможете скачать 121 виджет делаете лендинг пэтч делайте их круто и и и и и и и Продолжение следует...